Вам что большие волосы стричь, что короткие волосы стричь, это без разницы. По большому счету, при современной буровой установке, высокопроизводительная техника, сейчас вся быстрая, бурит быстро, труба сама по себе не такая дорогая. В доле всех затрат она занимает свои 20%. Продолжаем цикл рождественских рассказов. Очень важную тему сегодня затронем, это стоимость ценообразования в бурении. Так, небольшой экскурс, как все происходило десятилетиями. Есть цена за метр, почем метр, почем это. И акцентируется, какая у вас труба и почем метр. Вот основная сложившаяся традиционная такая система ценообразования в скважинах. Это многим не нравится. Например, заказчиков это бесит. Люди, которые покупают дом, например, а сколько у вас стоит? А у нас стоит столько-то. А к концу ты не можешь даже предположить, примерно, сколько у тебя будет скважина. Столько или в два раза больше, плюс-минус лапы. Оно может быть и 30 метров, и может и 120 метров. Разброс в четыре раза. Весь риск висит на заказчике. На этом основан ряд таких опасений. У меня не хватит денег. У меня денег только на 70 метров. И что с этим делом? И вот мы краем еще касаемся такой вещи разведку. Вот мы 70 метров пробурили. Деньги у человека кончились. Все. Дальше все, воды нет. А может она на 72-м есть метре, например. Или на 90 метров. Но чуть-чуть найдет. Должен останется. Потом кончится. Очень важный момент. Последние несколько лет мы практикуем такую форму ценообразования. Это в основном в тех местах, где мы уже все хорошо изучено, все хорошо знаем. Вокруг так называемой первой категории. Вокруг базы плюс-минус 50 километров. Это Ленинградка, это Солнечногорский район, Дмитровский район, Сергеево-Посадский и Истринский. Вот в этих местах, где мы так более-менее хорошо ориентируемся, мы уже несколько лет практикуем ценообразование за стоимость. То есть на начальном этапе мы обговариваем задачу, определяем. И с заказчиком смотрим все за и против сложности, подороже, подешевле, трубы. Все обсуждаем. И до начала работ определяем стоимость этой скважины. Вот договорились мы, предположим, за какую-то стоимость сделать скважину. Вот дальше уже не важно, сколько будет метров. Примерно будет, предположим, 30-40 метров или там 80-90. Если мы заходим за эту цифру, потребуется больше бурить или, например, меньше она получится и так далее. Цена уже фиксируется на раннем этапе. Вот есть договорчик, мы его заполняем и пишем фиксированную стоимость работы. То есть бурение у нас стоит столько-то, обустройство с адаптером стоит столько-то. Все, договорчик подписали и приступаем к работам. То есть дальше у человека нет никаких неожиданностей. Он четко выделил общую стоимость на вот эти работы, с нами договорился, мы это все исполняем. Вот мы коснулись еще одной стоимость всей работы. Она не меняется в ходе работы. Потому что если вы сейчас попытаетесь, например, поискать разных организаций, попробуете сравнить цены, вы легко увидите, что цена за метр там 2 800, 2 300, 2 500 за метр. И так почти во всех регионах. И когда вы сравниваете, вы думаете, вот я бы подешевле нашел за 2 400, а вот 2 500 это дороговато у вас. У вас дороговато. 3000, у всех 2, но это вас никак не определяет стоимость всей скважины. То ли она у вас 120 метров будет, или 150, или 200 метров, или 30, или 40. Масштаб неопределенности плюс-минус лапоть. Плюс-минус 5 раз. То есть ты не знаешь, сколько это примерно. Примерно, да-да-да. А дело дойдет до исполнения. У вас уже 40 метров воды нет, 80 метров у вас нет. И что дальше делать? 90 метров. А дальше очень просто. Либо ты платишь за разведку по 1000 рублей за метр, предположим, и все уезжают радостные. Либо дальше пытаешься, ну, стоимость неуклонно растет, и так может еще дорасти. И есть места, где, например, либо ты берешь от 0 до 40 метров, например, а от 40 до 120 нет ничего. Никакой воды вы не возьмете. Никто не возьмет. Ни мы не возьмем. Никто. И что тогда делать? И вот здесь возникает куча неопределенностей. Например, разведка. То есть стоимость за метр. И назрела практически сейчас такая потребность в обществе. Может быть, это будет и дороже. И может быть, в конечном итоге получится, чтобы по 5000 за метр. Но на начальном этапе человек четко знает, что он выделяет на скважину определенную сумму, например, 200 тысяч плюс 100 тысяч на обустройство. Все. Бюджетирование произошло. То есть он выделил на организацию воды определенную сумму и четко за нее ее получит. Бывает, что приходится бурить глубже. Все спросят. Ну, как же? Вот вы договорились на 50 метров, рассчитали, думали, что так будет, а там воды нет. Вы что будете делать? Будете бесплатно бурить? Будем бесплатно бурить. Это наш риск. Но на него можно пойти, когда ты район знаешь. Когда ты 10 штук выполнил, а вот 11-я у тебя будет ровно такая же. Это мы на себя можем брать риск. Плюс еще очень важный момент в бурении. Это услуга, в первую очередь. Стоимость самих материалов не очень высокая. И, казалось бы, пробурить 50 метров или 70 метров, это примерно одинаковые затраты. У вас все затраты идут за штуку. Вот в бурении это услуга. Это как парикмахерская. Вам что большие волосы стричь, что короткие волосы стричь. Это без разницы. По большому счету при современной буровой установке высокопроизводительная техника. Сейчас вся быстрая. Бурит быстро. Труба сама по себе не такая дорогая. В доле всех затрат она занимает свои 20%. Плюс-минус 20, 30, 40 метров. Это небольшие изменения в затратах для буровой компании. Это недополученная прибыль, но это уже другая история совсем. Единственное, что тема сегодняшнего передачи. Мы с этого года начинаем пробовать другую систему ценообразования. То есть бурение за сумму. К нам обратился человек. Мы с ним сели, изучили задачу. Попробовали выбрать вместе с ним. Собрали информацию. Мы со своей стороны все, что могли собрать. Человек со своей стороны обсудили. Приняли какое-то вместе решение. И в этот момент мы определяем стоимость. То есть это взаимовыгодное сотрудничество. Мы для себя идем на какие-то риски. Не всегда. Человек тоже рискует переплатить. Он думает, что если бы по метрам ему было бы дешевле. Но это такой момент. И мы садимся. Берем договорчик. Заполняем. И выполняем работу. Обеспечиваем человека скважиной, насосным оборудованием. За заранее согласованную, неизменную цену. То есть цена потом ни при каких обстоятельствах не меняется. Еще один прошлый ролик был про разведки. То есть никаких неожиданностей, никаких разведок. Тут воды нету. Давай плати деньги. То есть нет воды, нет денег. Правило сохраняется. И до начала работ определяется стоимость бурения. Стоимость обустройства. Стоимость всех работ вы можете зафиксировать в самом начале. Мы к этому давно идем. Такое ценообразование не практикует практически никто. Я по крайней мере не знаю тех людей, которые так работают. И мы пока в зимний период не очень напряженная. Обстановка, спрос не такой большой. Скорость исполнения низкая. Мы можем как пробный, как экспериментально. Вот в какой-то период, я думаю до наступления весны. Мы попробуем работать с этой минуты. Вот с января 2024 года мы попробуем работать за фиксированную стоимость в первой категории. Вот я еще раз повторюсь. Это Солнечногорский, Дмитровский, Клинский, Истринский. И достаточно. Вот в этих районах, недалеко от базы, мы можем, грубо говоря, работать за фиксированную стоимость. Это, возможно, будет востребовано. Это удобно человеку. Он знает, что он заблудил столько-то денег, получил скважину. Это для нас, вы спросите, почему вы это делаете, зачем вам так менять всю структуру. Ну, потому что, по большому счету, такое ценообразование, оно очень странное. С огромным количеством неизвестных и огромные риски. Для нас это конкурентное преимущество. Грубо говоря, если мы можем в такое ценообразование работать, и нам это будет не сильный ущерб, мы в этом себе увидим, расходы дополнительные не увидим, то, в принципе, это сильнейшее преимущество относительно всех других. При всех равных условиях человеку не хочется рисковать. Мы готовы брать этот риск осторожно в какой-то определенной ситуации на себя. То есть массово мы так и остаемся, расценки по метрам, куда ни позови, и по фиксированной цене мы не поедем. Но в определенных условиях, в ближайшие районы, они, во-первых, нам известны. Во-вторых, затраты при бурении рядом с базой, рядом с местом базирования, они намного меньше, чем на больших удалениях. То есть, так называемая первая категория, она решает практически половину себестоимости. То, что у тебя рядом и далеко, при нашем планировании, это просто большое преимущество. То есть, ну, как идея, предложим обществу вот такой вот способ расчета стоимости. Если он сейчас наберет какой-то определенный опыт и будет востребован, и мы как бы научимся, то это будет дальше транслироваться. Вот у нас появился в этом году филиал в Балабаново. То есть, у нас отдельный станок на отдельной базе. Работает по границе Московской и Калужской области, по Калужскому и по Киевскому шоссе. Мы работаем теперь уже с мини-базой. То есть, филиальность. У нас появился филиал. У нас появился отдельный станок новенький, новенькие вспомогательные машины. У себя целиком бригада базируется у Балабаново. Эта фиксированная цена, кстати, будет распространяться и на район Балабаново-Боровск, вот плюс-минус 20-30 километров Обнинск-Балабаново-Боровск. Вот там у нас филиал, и вокруг себя он тоже по такой схеме попробует поработать зиму до весны. Если это будет успешно, то будет продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok